Ориентировать мировую общественность. Мирный договор мы подпишем с Россией, потому что Россия является субъектом, который является борющей стороной против Грузии. Но Россия должна сперва хотя бы исполнить основные пункты договора о прекращении огня, который подписали три президента, которые Россия также игнорирует, называет какой-то план Медведева-Сарказы, как будто этот договор не подписывал наш президент, как будто это не договор, а какой-то план якобы. Россия имеет свои абсолютно четкие обязательства вывести свои оккупационные войска с территории Грузии. Что значит вывести на позиции до 6 августа? Значит, вывести полностью из нашей территории, то есть из Цхинвайского региона, из Абхазии, поскольку формально у России не было вооруженных сил на территории Грузии, а они говорили, что миротворцы это миротворцы СНГ, то есть ничего общего они формально не имели с российской армией. Поэтому как раз этот договор говорит им, что они должны вывести эти войска. И когда мы увидим, что Россия начинает конкретные шаги вывода своих войск, естественно, наши отношения начнут меняться. А что касается своих марионеточных режимов, они, естественно, манипулируют их на территории Абхазии и Южной Осетии так, как они хотят. И, конечно, смешно говорить о какой-то независимости вот этих структур от российского ФСБ или в целом от российского правительства. Поэтому, слава богу, все уже смотрят в глаза правде. И поэтому именно российское предложение неоднократно было отвергнуто, как абсолютно беспочвенное, сопредседателями Женевского процесса. Отвергнуто и американцами, и Евросоюзом, и ОБСЕ, и представителями ООН. Потому что они действительно нелогичны и беспочвенны. И Женевский процесс продолжается. Россия будет, естественно, пытаться демагогически, абсолютно цинично предлагать какие-то этого рода предложения. Но, слава богу, мировая общественность сейчас более твердо стоит на своих позициях, на позициях поддержки, реальной поддержки суверенитета и территориальной целостности нашей страны. И призывает Россию вывести свои оккупационные войска с нашей территории. Тот факт, что во время визита госсекретаря Соединенных Штатов Америки, она абсолютно четко заявила, что незаконное присутствие российских войск на нашей территории, это оккупация. И что оккупанты должны вывести свои войска, это говорит о многом. Нам потребуется дальше усилие для того, чтобы то же самое официально, громогласно было заявлено и государствами Евросоюза, которые пока еще этого не заявили официально, и в целом Евросоюзом. Хотя уже в официальных документах определенных, в речи представителей Евросоюза уже факт оккупации отмечается. И мы надеемся, что планомерно мы будем двигаться вперед. И все наши государственные структуры, начиная с Министерством иностранных дел, заканчивая другими всеми министерствами, которые имеют связи с западными партнерами, мы сможем вот эту политику довести до логического конца. И соответствующие термины будут использованы. А потом уж не пройдет очень много времени, когда мирным способом, используя политические и дипломатические рычаги, с помощью наших западных партнеров и международной всей общественности Грузия сможет заставить Россию вывести свои оккупационные войска с нашей территории. Да, это потребует время, да, это потребует нервы, это потребует усилия, и это потребует большого терпения, будут еще больше провокаций, еще больше попыток, но мы надеемся, что в связи с тем, что на территории Грузии уже существует миссия Евросоюза, наблюдательная миссия, которая наблюдает на территории, все происходит на территории Грузии, в том числе с помощью сателлитов и других средств наблюдает оккупированные территории, хотя Россия также в нарушении соглашения не пускает за оккупационную линию на оккупированной территории эту миссию, она выполняет свои обязательства и она является как бы мирным щитом для Грузии. Россия, наверное, не сможет, так сказать, осуществить вторую волну военной агрессии против Грузии, поэтому мы сделаем все для того, чтобы терпением, нашим трудом и нашими усилиями мы смогли построить сильные государства, экономические, демократические институты, и, так сказать, поднять на совершенно новый уровень, на уровень стандартов НАТО и Евросоюза, и это даст нам возможность спустя некоторое время достичь нашей конечной цели, достичь нашей мечты единой, суверенной, демократической и европейской Грузии. Скажите, вот вы несколько раз упомянули НАТО и Евросоюз, с которыми Грузия активно сотрудничает. Как помешала война 2008 года сотрудничество, сотрудничество Грузии, вернее, интеграция Грузии в НАТО и Евросоюз? Ведь ни для кого не секрет, что одна из задач России была именно заставить Грузию сменить внешнеполитический курс. Ну, эта война и агрессия, естественно, очень многих напугала на Западе, и нужно честно сказать, что был большой шок. Но именно после войны, что касается нашей интеграции в НАТО, Грузия получила очень важный политический механизм для политических консультаций с НАТО, что раньше мы не имели, имела только Россия и Украина. Это совет НАТО-Грузии. Это дает нам возможность больше, чем имеется в арсенале так называемая МЭПа, которая очень широко известна по-русски ПТЧ, консультации с НАТО по любым вопросам на всех уровнях. И мы уже начали очень интенсивно, уже второй год этот механизм использовать. А потом, уже в том же году, в декабре 2008 года, Грузия получила то, что мы очень давно ждали, так называемый национальный годовой план, что является основным и единственным, подчеркиваю, механизмом того самого ПТЧ, по-латински МЭП, которого мы не получили на Бухарестском саммите. То есть Грузия получила механизм, который нам нужен был для того, чтобы в сотрудничестве с НАТО проводить те реформы, которые подготовят и нашу армию, и наши структуры безопасности, и наши демократические институты, для того, чтобы они были на уровне НАТОвских стандартов. Естественно, после получения годового национального плана, мы начали эти действия и эти реформы, которые являются существенно другими, другого рода реформами. Поэтому, естественно, понадобится несколько лет для того, чтобы, по нашим оценкам, 2-3 года, для того, чтобы Грузия смогла достичь стандартов НАТО, имея в виду, что у нас планка для Грузии немножко выше, чем для других государств. И мы это осознаем, мы понимаем, что по известным причинам, по причине существования фактора России, Грузия должна прыгнуть еще выше, чем в свое время прыгнули другие государства для того, чтобы войти в эту организацию под названием НАТО. В Бухаресте мы не говорили о вступлении Грузии в НАТО, мы говорили о получении механизма, который нам даст возможность подготовиться к этому. Сейчас у нас этот механизм есть, даже больше есть у нас, поскольку у нас есть Совет НАТО Грузии. Поэтому мы делаем свое дело тихо, спокойно, очень планомерно. Все государственные структуры делают свое дело, мы координируем эти реформы. Поэтому придет время, когда вопрос членства Грузии станет совершенно уже четко. То решение Бухарестского саммита, что Грузия обязательно станет членом НАТО, по-прежнему в силе, никто его не отменял. Поэтому наше вступление в Североатлантический альянс, это дело времени, и мы движемся по этому направлению. Что касается наших отношений с Евросоюзом, именно после войны Евросоюз понял, что надо быть более активным по отношению к ее восточным соседям. И Евросоюз выдвинул свою инициативу и политику восточного соседства. И мы начали восточное партнерство в прошлом году, которое предоставляет нам очень большие возможности. Вы знаете, что в 15 июля этого года мы уже начали переговоры с Евросоюзом об ассоциации с Евросоюзом. Мы уже получили первые результаты в направлении либерализации визового режима. Мы уже имеем подписанный договор о ослаблении визового режима. В конце этого года он вступит в силу. И после нескольких лет, может быть и раньше, мы уже совершенно серьезно подойдем к вопросу вообще упразднения виз для наших граждан, для въезда в Евросоюз. То есть факты говорят о том, что именно после войны весь Запад осознал необходимость более активного действия в Восточной Европе и конкретно по отношению к Грузии. У нас есть, как я уже говорил, миссия Европейского Союза, наблюдательная миссия. Это одна из самых больших европейских миссий, невооруженных миссий на территории других государств. Поэтому наши отношения и с НАТО, и с Евросоюзом крепнут, развиваются. И, естественно, они по мере продвижения вперед дадут конкретные плоды. Это и экономический рост нашей страны, это и рост благополучия наших граждан, новые рабочие места путем привлечения новых инвестиций. Поскольку инвестиции идут в то государство, которое развивается демократически, которое развивает свою экономику, которое укрепляет свои связи с международной общественностью, и укрепляет свои связи с НАТО, с Евросоюзом, у которого есть перспективы. И мы надеемся, что наши граждане на оккупированных территориях очень ясно увидят ту перспективу, которую имеет свободная, демократическая, европейская Грузия, и то, что им предлагает оккупант, что им предлагают оккупанты. Практически полную ассимиляцию, русификацию, потерю своего языка, своего менталитета. На протяжении веков именно эта политика была российской политикой. А на территории, не оккупированной территории Грузии, все знают, что в 6-7 раз больше этнических ассистин живут. Живут тысячами этнических абхазов, и у них созданы все возможности для национального развития, развития своей культуры, языка и так далее. И это является нашей целью, это является нашей задачей создать многоэтническое государство, демократическое. Демократическое.